Девчонки, привет! У нас какая-то совершенно бешеная погода. Все в пыли, солнца не видно, небо белое. Вот как зимой такие снежные облака бывают, закрывают. Вот у нас пылевые. Со вчера влажность просто невменяемая. Мы сидели вчера у моей подруги во дворе такой компании, собрались. И до этого мне мой друг Шурка Шерман, который всегда на всех фотках у меня фигурирует, сделал фен. Этот фен продержался на 15 минут. Все покрылось мелкими барашками такими. То есть влажность просто, кранты какие-то. И вот второй день, та же фигня у нас. Кондиционеры не выключаем. Так, у нас сегодня будет, во-первых, завод номер два. Тоже по остаткам, как я говорю, по загашникам. Во-вторых, я подготовила кулоны от Шаблюля, которые оставались. И часы. У меня вот многие спрашивают, что осталось от часов. Вот, пожалуй, сегодня я вам это и покажу. Привет от Василия, от Баксика, от Эсмеральды. Приветик. И приступим. Завтра заканчиваются праздники. Это очень грустно, поскольку надо на работу идти. С другой стороны, наконец-то почта начнет работать. Заводы ювелирные, выпускать продукцию и заказы. Ну, вообще, как-то жизнь начнет в рутину входить. Девчонки, вот таких кулонов у нас будет три разных. Даже четыре. Первый кулон, это листики легендарные. Все кулоны по 45 долларов. Этот кулон у нас с березой. Дальше у нас кулон с аметистом. Вот он. Просто так, для разнообразия и для аметист-бирюза. Что-то мне не нравится, как я выставила. Сейчас, наверное, будет лучше. Оникс с дефектом. Ну, опять же, что такое дефект? Дефект это некое отличие, которое кому-то нравится, кому-то нет. Проблема в этом Ониксе в том, что нижняя бусина почему-то вот такая полупрозрачная. Одна. Остальное все одинаково черное. И она как бы даже немножко другая. Мне вообще кажется, что это какой-то дымчатый кварц темный. Может, это даже и не Оникс вовсе. Не Агат. Но, тем не менее, вот что есть. Тоже 45 долларов. И четвертый кулон из этой серии, который у меня остался. Это с гранатами. Кстати, Ирка Кузнецова. Твой кулон отдельно лежит. Это не он. Твой кулон ждет, когда ты выплатишь унитаз все-таки. И насобираешь денежек. Это гранат. Вот таких четыре одинаковых модели. Дальше я нашла кулончик очень миленький за 38 долларов с гранатом. Который тоже кто-то откладывал. И не забрал. Вот такой гранатик. У меня спрашивают, откуда у меня взялся мой летающий кот Гизму. И я так вспомнила, что его историю я вам не рассказывала. А дело было в следующем. В 2010 году. А, нет, пардон. В 2014 году. Весной кошка уличная, которую мы называли коровка, за ее расцветку. 48 долларов аметист. С аметистовыми такими шариками, с поволоченными шариками. Очень нежная цель. Короче, коровка была белая, с черными круглыми такими пятнами, разбросанными по всему телу. И точно похоже на корову была. Кошка худая, такая длиннолапая, нелюдимая. Она к нам не подходила. Я насыпала еду. Она ждала, пока мы удалимся. И тогда подходила есть. То есть ее не погладить, не приблизиться к ней нельзя было. Но она очень любила своих котят, которых родила. У нее было тогда, если я не ошибаюсь, три котенка. Один был Гизму. Полосатый, который совсем на мамку не похож был. И два было типа как моя лютия покойная. Такие, как черные, с беленькими небольшими вкраплениями. Кстати, тоже на нее не совсем уж похоже. И вот эта вся троица, значит, обосновалась на стоянке. И имела жуткую склонность залазить в микроавтобус моего соседа, Даника. Которого я называю Бабун. Иногда. Это некрасиво, конечно. Бабун это севрит, а бабуин. Ну, что делать? Вот такие мы гады. И, значит, Даник этот ездит на жутком автобусе, ржавом таком, который стоит у него на стоянке. И коты эти, котята, имели склонность залазить внутрь и там сидеть в моторе. И в какой-то день Даник... Девчонки, губка Боб с Лабрадором, 46 долларов. В какой-то день Даник завел мотор автобуса этого, не постучав там предварительно. А, подождите, еще до этого я выкидывала всю эту компанию из своей машины, из мотора. Каждый раз я перед тем, как уехать, открывала капот. И их всех оттуда, значит, метлой выкидывала. И главное, у меня есть фотка, где Гизмо страшненький такой, маленький котенок, грязненький. И, значит, из этого капота на меня смотрят. И каждый раз на меня шипел поганец и не хотел туда вылазить. Короче, когда я всю эту компанию выгоняла, а потом они, видимо, возвращались и залазили в другие машины. И вот грустный день настал тогда, когда притыренный мой сосед завел автобус, не проверив, и убил всех котят, кроме Гизмо, которому он поломал лапу переднюю. И ударил его, видимо, сильно по спине, потому что если его гладить Гизмо, вот ощущается, что он кривой немножко. Но у Гизмо был очень счастливый жизненный момент такой. У него была очень хорошая мама-коровка. И, короче говоря, она за ним ходила, он плакал, я помню, ходила хрома, лапа была перебита. Я его в тот момент не взяла, как бы, во-первых, они были не ручные совершенно, они убегали. Не знаю, почему даже. Короче, мы видели, что она за ним очень хорошо следит. Она за ним везде ходила, облизывала его, он все время мяукал с перебитой лапой. Девчонки, часы 94 доллара с гранатами. Вот эта модель осталась. Тут можно кучу всяких удалить сегментов, если кому-то будут они большие. Но, конечно же, сейчас вам это все промерю. И, значит, в какой-то момент он пропал. То есть, буквально несколько дней мы его видели. Девочки, это 17,6 по линейке. Не считайте все изгибы, я их не промеряю. На мне это вот смотрится... У меня запястье 16. На мне эти часы смотрятся так. Я бы себе сняла бы немножко. То есть, такие часы мне... Хотя это кто как любит. Мне кажется, такие часы должны сидеть плотно по руке. Из-за вот этих вот изгибчиков. 94 доллара. Гранаты. Японский механизм миота. Это часы номер один, которые сохранились. В какой-то момент Гизму пропал с экранов. И мы уже подумали, что он просто умер. Через какой-то промежуток времени... Девчонки, значит, смотрите. Здесь у меня часы, которые, по-моему, я уже не раз показывала. И самое западло, что я потеряла от них пакетик и артикла нет. Они мощнее. У них есть цепочка, которая, в общем-то, позволяет этим часам не потеряться. Они крупнее. Но циферблат довольно аккуратный и маленький. Кого заинтересует цена? Они наверняка за 100 долларов. Кого заинтересует цена? Длина 17,7. Тоже можно снять звенья, как вы видите. Скажите мне, это часы номер два без артикла. Я просто залезу в каталог и все-таки в итоге найду, о чем речь. Вот. Значит, чем кончилась? Кончилась история тем, что он пропал на какой-то промежуток времени. И через какой-то, опять же, промежуток времени, я уже не помню все подробности. У меня постоянно какие-то котята, которых мы спасаем, выкармливаем с 10-дневного какого-то там... То есть это не то, что прямо у меня, знаете, дома скучно, а я вот котенка не подобрала с поломанной лапой. У меня все какой-то экшен бешеный. Как бы не до него было. 81 доллар. Очень красивая модель. Резная такая, тонкая, изящная. На руку она одевается. Сейчас тоже застегу. Тут есть, кстати, две позиции. Видите, ближе дальше. Я, конечно же, ближе себе сделаю. Тоже есть куча звеньев, которые можно снять. Кому нужно. Нету цепочки. Которая бы предохраняла. Ну, тут такие замки, что, мне кажется, что не открывается. Вот смотрите, вот такой, с одним гранатиком. Перламутровый циферблат. 81 доллар. В итоге Гизмо появился хромая. Лапа у него как бы зажила. Но одна лапа у него толще другой. Это до сих пор видно. И как бы полосочка такая. В моменте, там, где слом. И он начал бойко по стоянке тусоваться. И хромал. И мы его назвали хромушек. И постоянно я его кормила. И он вдруг стал почему-то к нам подходить. И очень стал такой... Его мамашка-коровка так и не подходила. А он подходил к людям. Можно было его гладить. У меня есть фотки, где я его сфотографировала на улице. Грязный какой. Жуткий. Страшный. Капец. Вот. И чего-то вот в какой-то момент у Димы началось. Вот он несчастный. Он хромой. Но он уже как-то справлялся на улице неплохо. 83 доллара. И как-то Дима, когда шел с работы, значит, хромушек на него просто вдруг залез. И на колени у него на штанах повис. И Дима пришел. И такой, значит... А, я чего еще не брала котову? У меня как раз за полгода до этого умер мой кот Тим. Шотландский веслоухий. Красавчик. Который был сердечник. Очень больной. Это мне стоило больших усилий его лечить. Больших денег. Это был капец. Уколы 2 раза, 3 раза в день. 14 месяцев. Кардиолог кошачий. Таблеток горы. Ну, короче, любимый кот в итоге все-таки. Мы его продержали. 14 месяцев рекорд. У него была кардиомиопатия. У людей, например, это на пересадку сердца идет. 83 доллара с жемчугом. Тоже очень-таки изящная моделька. Ну, я так, девчонки, чтобы анголу не морочить, покороче расскажу. И я сказала, когда Тим умер, я там рыдала 3 дня, чуть инсульт не получила. И подумала, что это же надо уже как-то, уже как бы не молодеем. Надо уже совесть иметь. Смотрите, это на маленькую руку. Вот у меня 16 запястья. Я одела на более ближнее звено и мне впритык. Если я захочу, чтобы часы немножко болтались, как бы, прошу прощения за каши, я их одену на более дальнее звено. Сейчас это попробую сделать прямо через экран. Тяжело через телефон, смотря в экран, застегивать часы. Смотрите, ну так они будут более свободные, но тоже как бы не будут болтаться. Это, девочки, у меня запястье 16, 83 доллара. И тут, собственно, снимать нечего. То есть это размер фиксированный. Не снимать, не добавлять. Вот что есть, то есть. Итак, кончилось все тем, что я сказала Диме, когда я вот так рыдала 3 дня и в натуре. У меня такие были головные боли. Я подумала, я еще закинусь, блин, от этого всего. Я сказала Диме, возьми с меня слово, что год никаких новых котов. У нас на тот момент была тигра и мили. Мили было 4 года, тигре, соответственно, было там, по-моему, 10 лет, 9. И поэтому, собственно, я не стремилась никого брать. И пришел Дима, и такой расстроенный, говорит, ты знаешь, вот этот хромушек на меня залез, на ноги у меня повис. И вот он такой нищатый, он хромой. И он маленький, и он несчастный, и он хромой, и он маленький, и он несчастный, и он хромой. Он маленький, я сказала Насу, иди ты к черту. Взяла, села в лифт и поехала вниз. Взяла этого хромушу за шиворот и потащила в лифт. Хромуша сначала обрадовался, поскольку он любил, когда его гладят. Там 103 доллара, девчонки, вот такие цветочечки. Сердечко для любителей туглов. Вот на такие часы я бы все-таки порекомендовала допаять какую-то цепь, которая бы все-таки охраняла часы от падения. Вот мне кажется, все-таки тоггл на часы, это классно, это очень удобно и красиво. Ну, я бы лично цепь бы у ювелира допаяла. Красивая модель. Опалы. Сейчас померяем размер. 19,6 мм. Я взяла гизму, он тогда еще был хромуша, он не был гизму, за шиворот, засунула его в лифт. Он как испугался, и это был просто цирковой номер. У нас лифт отбит каким-то такой тканью плотной, как замша, что ли, я не знаю. Ну, какое-то такое покрытие ковровое. Он по этому покрытию, как акробат, залез на потолка, в лифте. Я была в шоке, я такого в жизни не видела. И повис там. Девчонки, стоят 52 доллара. Вот эти вот часы, они маленького размера, они крупные сами по себе. Размер маленький. Напоминаю, на мое запястье 16, они сейчас сядут точно. Так что, девчонки, после нашего опроса я поняла, что у нас очень много девочек с худыми руками и тонкими пальцами. Как оказалось, я все в таком шоке, конечно. Еще тут есть возможность два звена снять. Вот тут есть та цепь, о которой я говорила. Видите, чем часы дороже, тем они как бы все-таки такую цепочку, да, вешают. Вот. У меня 16 размер. Я бы сказала, что это плотно на меня село. Немножко можно. Есть некий люфт такой удобный, чтобы не сдавливало. 152 доллара. Гранаты. Чуток можно, вот, один хотя бы сегмент какой-то снять, если у кого-то совсем мелкая ручка. Ну, и заключительная... Нет, хотя нет, это последние часы. Все, больше пока нет. Сейчас буду показывать вам второй завод. Камера уже совсем окривела. Вот. И все. И Гизма попал к нам домой. Три дня он сидел в комнате, боялся всех. Миля на всякий случай его отлупила. Она так всегда делает с новыми котами. Делала. И вот он как бы потом отмылся, очистился. И вы знаете, как ни странно, он спустя несколько месяцев вообще перестал хромать. А потом вообще стал летающий кот, лазит по всем шкафам сверху. Как вы видели, прыгает вниз-вверх, как ни в чем не бывало. И осталась от его хромоты только вот эта полоска на лапе. И лапа такая толстая, как клешня. Одна из передних лап. Ну, и когда ты его гладишь, чувствуется, что у него такая спина немножко кривая. То есть он получил тогда, конечно, по горбу, что называется. Ну, а его сестры эти красивые, на люди похожие, черные, с белыми пятнами, они так и погибли там. Он был самый уродский, самый некрасивый, который остался. Коровка еще жила, наверное, год, полтора или два на улице. Мы каждый раз, выходя, передавали привет от ее сыночка. Кормили ее. А потом когда-то она уже как-то выглядела, такая была худая, какая-то все задрыпанная. Думаю, может, тоже чем-то болела. И в какой-то момент своей жизни она исчезла. Я подозревала, что, наверное, она, конечно... Говорят, что уличные коты в Израиле живут не больше двух лет. То есть они умирают от болезней, голода. Хотя у нас в районе голода трудно умереть. У меня из десяти квартир, по-моему, четверо порно кошек. Даже я уже не кормлю, потому что не имеет смысла. Все высыпают сухую еду такими кучами везде. Вот, девчонки, переходим к заводу номер два. Сейчас вы увидите золотые накладки, кто любит. У меня остался полностью вот этот набор. Вообще, как бы, странно. Браслет. 180 долларов. Он идет с золотыми пластинами. Черная, вот такая, оксидированная. Просто серебряные пластины. Размер его сейчас померяем, посмотрим. Боже, что у меня с горлом, с голосом? Непонятно. Тоже, видите, возможность, хотя нет, нету возможности. Вот, он на меня в свободе, чуток. И мы сейчас его, конечно же, померяем на линейке, чтобы точнее знать. А точнее он 19,3. 19,3 миллиметра. К этому набору идет браслет. За 63 доллара кольцо. Вот оно. Кольцо у нас... Сейчас глянем. 19 размер. Но оно маломерит, поэтому 18,5. Девушки, это все можно заказать, но опять же ждать. Не как зовут Андрея Семенда, это все быстрее делается. Но ждать приходится. Все эти вещи еще и как бы Рунэн для меня должен забирать. Я не напрямую как бы жду курьера. Как бы они все, что готовое, пока Рунэн туда приезжает, специально ради меня, забирает и привозит. То есть это обычно с Шаблюлем параллельно приходит. Смотрите, серьги. Французский замок с петлей. Серьги стоят 83 доллара. Прошу прощения. И кулон. Кулон на этом заводе цепи не идут в сет. Но можно этот кулон либо на шнур. У меня есть шнур 40 сантиметров от красной пресника у Чуклы 2 миллиметра. Ширина за 15 долларов. Либо можно цепь серебряную тоже у меня, по-моему, есть. Если кому-то нужно, можно подогнать. Вот такой набор. Сам кулон стоит 51 доллар. Итак, 51 доллар кулон. Кольцо 63 доллара. Браслет 180 и 83 доллара сеньги. Вот целиком комплект. Так он у меня и остался. Никто его не заметил в прошлый раз. А зря. Такой современный интересный дизайн. Осталось от набора вот таких кругленьких монеток. Вот как у моей мамы серьги. Сейчас Рая тоже заказала, ждет таких же серьги. Нет, Раечка, ты другие ждешь, извини. Я перепутала. Это эти серьги, по-моему, Оля ждет из Натани. Вот такое кольцо есть. 18, наверное, 18,5. Цена его 58 долларов. 19,2. Я думаю, оно мало мерит по размеру, а то и чуть больше. Вот оно идет на 18,5. Знаете что, я сейчас попробую пересчитать еще раз цену его. Да, 58 долларов. Оно довольно массивное, крупное. С фианитом посередине. Это все, что осталось от комплекта. В принципе, у него там идет и браслет, и кулон, и колье, и серьги. Короче, все, что только можно придумать. Дальше, девчонки, следующее я хочу вам показать тоже. Осталось кольцо. Это тоже от комплекта большого. С золотыми накладками. Также 58 долларов. 18,5. Вот такой лист. Можно его надеть так. Можно надеть так. Вот так, мне кажется, он торчит. Как-то вот так красивее. Я обязательно дозакажу к нему. Огромный кулон у него есть. И красиво очень серьги. Так, следующее, что я вижу, это остался кулон и кольцо. Помните, вот такой вот кородерево я называла его. Кулон стоит 51 доллар, кольцо 56 долларов. Чернение. Пыли и серьги к нему, но я их пока не вижу. Вот. Так же можно или шнур, или цепь. Размер. 19,4. Шинка тонкая, но не маломерит. 19,4. Вот такая кородерево. В таком каком-то японском стиле. Какой-то на иероглиф похожий. Так. Еще у меня... Девчонки, наверное, видео будет больше 30 минут. Я бы хотела уже добить это все. У меня остался комплект кольцо и кулон. Серьги забрали. Вот такие стрелки с фианитами. Кулончик стоит 51 доллар с золотой накладкой. Кольцо 51 доллар тоже. Так же, как и кулон. Вот. Извините за мой кашель. Кальш, как говорила Галя в детстве. А, не Галя, это Дима на дочке, как говорила. Или, ну, кальш. Размер. 18,2. Маломерить чуток. Полразмера можно, конечно, снять. Хотя, нет. Вот на третий палец. Я бы сказала, 18. Такой интересный. Интересная модель. Современная. Девчонки, еще один такой японский стиль. Но на этот раз золотыми накладками. Кулон 60 долларов. И на этот раз не кольцо здесь осталось, а серьги. Вот они. Серьги с такими иероглифами. У меня даже кажется, что у меня кто-то это заказал и просто не забрал в итоге. Вот поэтому я не люблю заказы. Вот. Серьги также 60. Как бы в одну цену. Серьги и кулон. Очень богатый, красивый комплект. Современный, прикольный. Для любителей вот такого стиля модерн. Серьги легкие. Французский замок. Так, дальше. Остался вот такой интересный набор. Перламутр. Золотыми накладками. Кольцо 56 долларов. Размер довольно крупный. Сейчас промерю. И серьги 65 долларов. Французский замок. Вот такие перламутровые вставки. Золотые накладки. Это золотые пластины, напоминаю. Напайка сверху. Это не позолото. Это именно золото, которое не стирается. Они темнеют и ничего ему не становится. Колечечко. Размер. Ну, 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 ну. Не делай таких вещей. 19,5. И оно не маломерит. И осталось у нас, пожалуй, последнее. Что я вам хочу показать. Что я вам хочу показать. Это просто пара серег. За 51 доллар. С фианитами. Золотая накладка. Французский замок. Такие вот. Было к нему шикарнейшее кольцо. Я кольцо, если честно, подарила на день рождения своей подруге. Ему ей очень понравилось. Вот, пока остались только сереги. Вот. Все, девчонки. Это что осталось под второму заводу? По-моему, осталось очень много чего. Я потом сделаю ревизию дальше по шаблюлю. И буду вам показывать. Пока Рунэн не придет, я вам буду показывать, что осталось. Поскольку пока Рунэн придет, я на пенсию, по-моему, выйду. Но он не виноват. Это его тянет завод, праздники. Мы Рунэна любим. Все, девчонки, пока. До встречи в следующем видео.